Какие тайны хранит в себе старый еврейский чердак? Какие истории таятся по тенью этих старых, давно забытых вещей? Старые пластинки. Дедушкин тфилин. Бабушкина шкатулка. И дневники, в которых хранится самое сокровенное. Любовь. Мечты. И истории, о которых никто никогда не узнает. Отца девочки убивают. Мать, не выдерживая душевного потрясения, отравляет себя. Девочка остается одна, обижается на весь мир, замыкается в себе и перестает разговаривать. Так проходит несколько лет, а она все та же. Ее мир — это сны и фантазии, где можно молчать и, как она считает, быть счастливой. Но однажды ей снится сон, который меняет все. Лея. Лея, слышишь? Ты не одна в этом мире. Открой глаза и найди то, что ты потеряла много лет назад. За окнами праздника, который может сотворить чудо. Если ты сделаешь правильный выбор, победишь страх и разорвешь цепи, ты обретешь любовь, которая поможет тебе снова заговорить. До самого рассвета Лея сидит, смотрит в окно и обдумывает сон. А на утро решает, что сегодня идет смотреть город. Ну и ну, подумал Лея. Разбитые окна и разрисованные стены. Неужели это двор, в котором я жила всю жизнь? Хотя, как ни странно, он мне нравится. В нем есть что-то загадочное и родное. Как старый знакомый, всегда рад тебя видеть, чтобы поделиться новыми рассказами и сплетнями. Лею поразило большое количество звезд. Почему-то таких родных ей. Они были не только на небе, но и на деревьях, машинах, домах и людях. Звезды все время бросались в глаза и рождали в ее голове все новые и новые вопросы. Что бы это значило? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пока оставим Лею и познакомимся с новыми персонажами. У парня, в отличие от нашей героини, было счастливое детство, но у него была лишь одна проблема. Талант, доставшийся ему от родителей по наследству, ничего не давал, поскольку у него не было вдохновения. Его комната по-прежнему оставалась лишь галереей испорченных рисунков. Я думаю, что наша героиня обо всем догадалась, а бедолага художник почувствовал то, что мы называем вдохновением, и начал рисовать. А пока художник рисует, мы вернемся к нашей героине. Звук будильника навел на мысль, что город имеет голос, который обязательно нужно изучить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радио! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Ах, мое сердце, остановилось мое сердце. Какая прекрасная музыка, подумала Лея. Наверняка ее написал человек, который любит. Лея уже собралась домой, как вдруг наткнулась на забавного человека. Музыка наполнила ее радостью, и в приподнятом настроении Лея отправилась домой. Присев немного отдохнуть, она и не подозревала, что приносит кому-то радость. Музыка наполнила ее радостью. Музыка наполнила ее радостью. Город пахнет, поняла Лея, последними цветами, дымом, дорогими духами и булками с ванилью. Запах, как волшебный художник, рождал в ее голове все новые и новые образы и картины. И с этим она ничего не могла поделать. Музыка наполнила ее радостью. Субтитры делал DimaTorzok Есть в нем что-то родное и знакомое И снова случай свел их Художник и его муза И может быть именно в этот момент родилась любовь Субтитры делал DimaTorzok Наверное, это любовь Подумала Дея Совсем замечтавшись, наша героиня вдруг поняла, что потеряла человека, за которым шла Но оставленная как будто случайно вещь своим ароматом указывала дорогу Место, куда привел ее запах, было непонятным и в то же время родным И именно здесь Лея почувствовала себя неодинокой Спасибо тебе, Лея Художник решил обо всем ей рассказать Но замечтавшись, потерял Лею И тут же бросился на поиски Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я люблю тебя Я люблю тебя Субтитры делал DimaTorzok